Развлекательные площадки для детей в торговых центрах и супермаркетах уже давно не ноу-хау. Такой вид услуг довольно востребован, что неудивительно. Оставить свой чадо под присмотром, тем более в компании сверстников, избавить от утомительного для детей шоппинга. Отличный во всех смыслах выход для взрослых. Учли все нюансы такого времяпрепровождения для маленьких горожан-спасателей. Они презентовали ребятам и их родителям новую и первую в своем роде тематическую познавательную площадку с игровыми элементами «Лабиринт иллюзии». Программа для детей – разработка самих огнеборцев. В нее включены информационно-познавательная и практическая части. В первой комнате ребята могут повторить и закрепить знания по противопожарной тематике. За активность и смекалку получить поощрительные призы. Используя момент «Лабиринт иллюзий», который посещает много детишек, причем посещают с родителями, вот это очень важный момент, когда находятся мама и папа, дедушка и бабушка, и находятся дети и внуки. И вот в этой обстановке, в игровой форме преподнести уроки основ безопасности жизнедеятельности по всем направлениям. И мы считаем, что вот такая форма, она доходчивая, она хорошо запоминаемая и, конечно, будет действовать только положительно. Проявить знания на практике поможет вторая комната. Когда звонится службу МЧС, как правильно донести детали происшествия. Ребятам предлагается побывать в роли очевидцев импровизированного пожара, а также попробовать себя в качестве самих спасателей. Все, как и полагается настоящему огнеборцу. Пожарная боевка, защитная каска и вперед, к отважному делу, спасению людей. Мы учились пожарной эвакуации и пытались спасать людей в доме. А ты попробовал? Я пробовал, конечно. Самое увлекательное было то, что мы лазили и спасали собачку. А что с ней случилось? Пожары. Но она застряла в доме, который горел. Вероятно, не выключили газ. И что вы сделали? Как спасали? Ну, мы залезли в дом и спасли щенка. Вытушили пожар? Да. Такие площадки для детей от спасателей в скором времени появятся во многих торговых объектах области. Задача максимум для огнеборцев – охватить как можно больше ребят. Последние десятилетия заметно сокращение пожаров по причине детской шалости. В 2015-м количество таких случаев уменьшилось в половину. Такая статистика – результат активной профилактической работы, констатируют брестские спасатели. А потому не собираются останавливаться в планах привлечения к делу других служб. Как раз сейчас говорили с руководителем этой игровой комнаты. И они приняли нашу идею о том, чтобы создать такие же сюжетные ролевые игры для скорой помощи, для милиции. Они приняли идею и следующий такой проект будет в ВАЛМИ, по крайней мере, как мы уже сейчас договорим, у нас устная есть. Именно со скорой помощью. А дальше – милиция. София Бережная, Дород Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.